Ни много, ни мало, но речь на встрече с автором шла о глобальных процессах. Ни на кухне, ни в интернете, ни даже с другом в гараже, а в книжном магазине Барс. В этот день можно было обсудить мировую политику. На представление новой книги у Николая Старикова ушло буквально 10 минут. В новом труде под названием «Власть» он перекопал историю от Римской империи до Хосни Мубарака, попытался дать оценку правителям различных эпох, покопался в действиях мировых и отечественных политиков. А на последней странице заканчивается новый труд публициста словами «Берегите Россию». Я надеюсь, что в каждой книге есть масса информации, которая полезна для ее усвоения. Надеюсь, что и моя 15-я книга «Власть» тоже добавит что-то моим читателям для понимания тех политических процессов, которые уже происходили и самые важные, которые происходят сейчас. Далее уже был разбор полетов наших военных летчиков в небе над Сирией, зачем развалили Союз, о мировом заговоре и, конечно же, о них, что говорится, западных партнерах, которые во всем виноваты. Услышали рязанцы и приятную уху возгласы о Чубасе и всех этих либералах. В обличительной речи Старикова о председателе правления Роснана были упомянуты такие фамилии, как Гозман и Ходорковский. Я уже автор 15 книг. Во всех моих книгах есть ссылка на материалы архивные, другие книги, какие-то мемуарные источники, страница, полочка, архив и так далее. Все это есть, все можно проверить. В том числе есть ссылки и на открытые источники в интернете. В Рязани на встречу с известным автором пришло много людей. Небольшой зал был битком. Впрочем, и публика в городе известная. Многие лица, узнаваемые по митингам и периодически издаваемыми ими манифестом. Впрочем, и публика в городе известная.